привет это today и сегодня я хочу поговорить об отношениях между людьми и мне кажется сразу же самое важное что в этом плане можно сказать это то что отношения между людьми должны быть всегда результатом их совместного добровольного договора или договора ужасный русский язык вот и все они должны быть всегда добровольными иначе никак и слова условно говоря если вы поступаете на работу с вас конечно же начальник может много чего требовать просить и так далее но лишь потому что вы добровольно подписались на это вы добровольно согласились что работодатель имеет вы продали часть своей свободы работодателю он пользуется этим он пользуется результатами вашего труда но вы взамен это получаете денежную компенсацию это типичный пример договора который доброволен и устраивает обе стороны и мне кажется что абсолютно аналогичным образом должно быть устроено вообще все в человеческом обществе иначе это будет как-то странно я это веду к чему я веду это к простому утверждению никто ничего не вправе с вас требовать вот и все если начальник на работе у вас вас что-то требует он это делает потому что вы на это подписались и он может вас наказать с тем что вас работа больше не будет если же кто-то стороне от вас что-то требует то тут большой вопрос чем этот сторонний человек вообще это заслужил метон вообще хоть какое-то право это делать скорее всего нет но мне также кажется что даже близкие люди словно говоря семья не очень вправе с вас что-то требует нет это сложно быть сугубо добровольно словно говоря если ваши родители воспитали вас так что вы хотите добровольно им помогать когда в старости а вы в зрелом возрасте ну все хорошо то есть так и должно быть если вы им благодарны вы хотите им помогать это результат их воспитания и это плоды которые они пожинают соответственно если вы не хотите этого опять же плоды их творчество виде вас это значит что то есть вы вы никому ничего не должны мне кажется так если вы ни у кого ничего не брали в долг по собственной воле вы никому ничего не должны если родители вас воспитали а вы не чувствуете к ним никакой благодарности а возможно вы чувствуете к ним антипатию но это значит что они справились своим делом недостаточно хорошо в любом случае они не вправе вам ничего предъявлять если вы не просили этого значит они не вправе требовать за это никаких никакой компенсации точно также и можно при этом можно абсолютно любую вообще предъявить условно говоря уступать место пожилым людям в метро не обязан особенно особенно если они об этом вас не просят это мне кажется сказать совершенно ужасно что подразумевается что вы должны делать сами нет если меня попросят я знаю я буду в настроении это сделать мне кажется ну да окей хорошо я это сделал мне кажется совершенно некорректным считать что просто потому что какой-то человек там дожил до семидесяти лет я нет я ему что-то обязан я обязан уважать его какие-то желания не то ваш тема и желание тоже мне кажется что это очень важное и это еще одна из тех важных вещей которых в целом люди почему-то не не знаю чем говорят почему-то считается считается вообще что вот все всем что-то вот должны что искать обязанность вот это типичная в нашей стране риторика деды воевали да вот это это же анекдотичная совершенно штука но мы слышим постоянно почему потому что этот аргумент распространенный деды воевали это значит что ты обязан ты обязан не знаю любить родину ты обязан уважать пенсионеров ты нет невозможно от меня требовать ничего если я на это не подписывался вот и все и невозможно невозможно как сказать не правильно и наверное в том числе невозможно предъявлять претензии то что но ты же пользуешься плодами того что они делали а какая разница если все это пользуются плодами то есть я считаю что все просто человек должен нести ответственность за свои поступки если человек что-то просил то да это его поступок он и он должен в полной мере как бы понимать что если он что-то просит то соответственно с него что-то спросят предположительно взамен это это опять же поскольку я говорю что все отношения человеческие должны быть на основываться на каком-то взаимном договоре я считаю что если человек что-то у кого-то попросил и ничего обратного не было оговорено с него и в ответ также нет ничего спрашивать невозможно ничего просить условно говоря если мне кто-то присылает подарки кстати я хочу сказать большое спасибо конечно и я скорее всего захочу чем-то по приятным ответить людям которые шлютные подарки но это мое желание если допустим я же кому-то там шлю подарки я ничего не получаю в ответ ну ладно ну то есть если я если я делаю что-то если я кому-то шли подарки там это моя сумма это моя личная инициатива и это никоим образом не должно возлагать ни на кого никого никакого времени там сумма если кому-то помогаю значит я этого хочу и мне кажется что это да это одна из тех вещей которые которые очень много людей как-то не понимают они считают но я же тебе сделал хороший я же старался даже даже не обязательно они даже возможно не понимают что насколько они делают ли они хорош или нет но для многих людей важно то что они же старались сделать кому-то лучше и они автоматически считают что это кто-то им чем-то обязан ужасно ужасно огромное количество проблем исходят именно из этого мне кажется не надо во первых так делать во вторых вообще не надо в принципе лезть к другим людям как я уже говорил то есть нет но как и груша свобода и аутентичность важно предыдущем видео здесь я просто хочу пойти дальше и сказать что да каждый человек уникальный человек каждый человек сам по себе каждый человек лучше всех знают как ему лучше и именно поэтому совершенно не нужно не вмешиваться абсолютно ни в чью жизнь если вас об этом не попросят то есть даже если там знаю люди дерутся нет я не буду к ним подходить и разнимать ты их дел если один из них попросит меня но это это уже совершенно но и да я тогда я уже буду выбирать хочу ли я ему помогать или нет я могу не захотеть это опять же мой выбор и он этот человек не имеет права ко мне никаких претензий иметь потому что это мой выбор я имею право сделать такой выбор и возможно его сделаю я не хочу вмешиваться в жизни никаких людей мне это не нужно и опять же да ни один человек не вправе меня за это осуждать это мой взгляд совершенно логичная резонная и последовательная позиция не вмешиваться ни во что я как-то ушел в сторону от изначального поинта который хотел сделать и уже немножко опыт забыл ну да давайте я попробую тогда вернуться к изначальному тезису изначально тезис звучал как никто никому очень должны все отношения должны быть добровольными это также распространяется и на отношения ну например в семье да если у вас есть девушка или более того да если даже даже если у вас эти девушки а вы хотите кому-то понравится там закидываете и подарками и цветами и так далее вы не можете ничего требовать в ответ все равно вы можете просить и ваши просьбы могут быть удовлетворены или нет а как вы уже будете реагировать на допустим отказ или тогда это уже ваше дело то есть условно говоря если вы считаете что ваши отношения какие-то неравные но будет будь то отношения любовные или допустим даже дружеские или каким-то угодно если вы считаете что они не равны если вы считаете что вы отдаете больше чем вы получаете то тут все просто вы или вы можете обсудить этот вопрос если вы можете обсудить условия этих отношений с вашим партнером так сказать ну или пересмотреть свое вовлечение в эти отношения условно говоря если мы говорим об отношениях романтических то совершенно здраво ожидать что ваша вторая половинка захочет чтобы вам было хорошо если вам кажется что вы там что-то недополучаете или быть может что как-то по отношению к вам и себя ведут это ведет ваш половинка ч не ведет себя несправедливо естественно об этом нужно говорить но если допустим вас там много чего не устраивает и вы хотите сказать какой-то справедливости в этом и вы не получаете вы не встречаете никакого понимания надо просто прекращать отношения вот это ведь важно мне так же кажется что очень многие люди состоят в заведомо каких-то дисфункциональных отношениях и они боятся их прекратить и этого делать не стоит машине должны быть добровольными если эти отношения не устраивают хотя бы даже одну из сторон этой стране нужно прекращать эти отношения ну а если это страна остается в этих отношениях то значит она на них соглашается вот и все наверное стоит заканчивать и закончить закончить я хочу да именно этой мысли что в какие бы то ни было отношения будь то романтические или дружеские стоит вступать с теми людьми на которых вы можете положиться и которые на ваш взгляд да там вас там не подведут и так далее но если такое происходит если чай допустим меняется или если человек там перестает вас устраивать или если чек оказывается не тем кем как вы думали надо все это прекращать надо отпускать людей это самое важное то есть цепляться за людей с которыми у вас что-то не ладится это бессмысленно пытаться заставить людей что-то делать пытаться их как-то на вину давить или на что бы то ни было еще вообще не нужно всегда абсолютно всегда нужно просто вот просто есть если у вас нет этого какого-то понимания вам это не нужно если человек да если часто еще в отношениях допустим бывает что одна сторона не ценит истинную сущность природу другой стороны нету понимания и принятия аутентичности партнер зачем это нужно это вся 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 эта неестественности все весь этот стресс который будет вызываться в попытках изменить себя чтобы подойти к кому-то там или в попытках скрыть свою истинную сущность и казаться подходящим кому-то все это не нужно нет 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 отказывайтесь от людей которые вас не понимают и не принимают вам не нужны эти люди и скорее всего эти люди не нужны вам может быть просто вы пока это еще не понимаете может быть по тем или иным причинам я же не знаю вас на мой совет такой что не позволяйте никому от вас ничего требовать есть одна вещь которая ну да вы может быть кому-то финансово обязанного можете от кого-то зависеть так далее есть разные обстоятельства которые будут сковывать вас сковывать вашу свободу но если их нет объекте объективных обстоятельств подумайте как следует скорее всего вам не нужно поддерживать никакие отношения которые вас самому самого не устава самих не устраивает и на этом я наверное этот ролик хочу завершить спасибо что смотрели и наверное я попробую как-нибудь запись записать еще один выпуск аутентичности и страданий пока пока